Интересные, какие-то очень серьезные трусики были. Так, почему подкаст Элла говно? А, все, ладно. Кстати, а почему? Какое нахуй все? Он что, подкасты закрыл? Все, придет. Откуда у нее деньги будут, блядь? У тебя сейчас в основном происходит. Ну, раз мы на подкасте, расскажу про подкасты быстро. Последний отснятый мой подкаст был подкаст с Дашей Инстасамкой. А вот почему он закрыл, поняли? Настолько кукаяк его на кука не прокатил, блядь, что он подкаст закрыл, походу. Это вот, наверное, было мое последнее капли. Я не знал, да? Или выпишешься, что-то забыл? Да я не знал, что он подкасты закрывает, или хуя забил? Потому что мне нужно менять сферу ей. Мы на стриме говорили, да ладно, может я мимуша и что-то пацаны провел, блядь. Потому что, ну, во-первых, давно об этом все говорилось, что я очень в комфортных для себя условиях, что я просто, знаешь, разговариваю с приятными и интересными людьми, и как бы у меня увеличится охват. Да, сутенеры там. Ты, зарабатываются деньги, и в целом так, как будто можно было бы на этом. Ну, скорее, типа, за счет каких-то имен, которые постоянно, каждый ролик у тебя, да, значит, за счет каких-то имен ты можешь существовать. И это имел в виду, типа, покупать все шмоточки, что-нибудь такое, ну, дом свой снимать. Продвигаться не очень-очень долго, но это слишком некомфортно. Я все-таки считаю себя, блядь, или эти просмотры прям точно твоя заслуга. Ну, про спрашиваю, естественно, я же без хейта, бро, ты же мой братишка маленький. Ну, про спрашиваю, это реально, типа, ты, ну, как бы твоя заслуга. Ночком был подкаст с Калагривом, когда я просто не вывез, откровенно. Ну, что именно ты не вывез там? Ну, узнаешь, когда человек говорит правильные вещи. Да почему я пробил, мне нажимается, я не могу теперь душить нормально, все. А с Калагривом, радио, по-моему, почти каждый завафлил, блядь. С бредом, да. А Рут еще был до Калагрива вроде, там тоже он завафлил. И я не могу ответить никак, потому что... Я уже скорость поставил, типы, чатикс, я уже поставил. Потому что если ты что-то против скажешь, ты сразу такой, все скажут, что ты против именно того хорошего, что наоборот. Да, 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 и ты плюс, ты же хорошо знаешь меня, знаешь мой характер, типа. Я такой, типа, со всеми согласен всегда. Типа подсос. Прав, и он прав, они говорят о разных вещах, но вы оба правы. И вот тут произошел подкаст с Дашей, когда мы зашли на территорию Кукаяк, я знал, что она будет об этом говорить, и сразу говорю, и накануне тебе приду съемку. А он знал, что она об этом будет говорить. Блядь, чуваки, я же сказал, что про эту тему будет, блядь. Прикиньте, он в самом начале подкаста начал говорить про... Блядь, я вам клянусь, да я уверен, блядь, что оба подкаста, на которые он сходил, что к Прокофьеву, что к Амирану, это только ради этой темы. Блядь, прикиньте, он с первой минуты начинает об этом говорить. Я реально... Вот я вам говорю, мы пропустили какую-то очень серьезную сцену, очень серьезный какой-то случай за сценой, поняли? Ну, короче, что он там с Кукаякой, что-то они посолили, что-то было по-любому, блядь. Мы не согласны. А Даша пришла подготовлена, и в процессе, как бы, я сижу, я не понимаю, что мне сказать. Я не понимаю, как он на это среагирует. Ну, скажи, ну, слушай, у меня другое мнение. Чё думаешь, блядь, сложные слова? Даша, я понимаю, о чём ты говоришь, да, возможно, но я знаю Кукаяк, и, ну, что у них там, Моргенштерн, Джарахов, блядь. Я в трубу территорию сейчас. Я в них разбираюсь, пиздец. Не ступил, я везде буду ебком. И я сижу, и по мне видно, я сижу как тираннозавр, вот так, потому что мне пиздец, как некомфортно в этот момент, я не знаю. Я такой, ну да, ну, Денис хороший. Да тогда он, блядь, молодец, да, он так и говорил, реально. Ты известный блогер, и тебе требуется монтаж, анимация или дизайн? Или ты сам умеешь это делать и ищешь постоянные проекты? Наши работы собрали более 400 миллионов просмотров. Мы сотрудничаем с топовыми блогерами, артистами и профессионалами своего дела. Сканируй QR-код или переходи по ссылке в описании, чтобы начать работать с нами. Просто хуйню нец. Сказать, ну, все не так однозначно, да? Ну, вот, видишь, еще и я же работаю над ведомостью на своей вот этой вот и зависимостью от мнения там в интернете, когда ты читаешь вещи, которые вообще не про тебя, и начинаешь их примерять на себя. Нет, а при чем здесь ведомость, блядь? Большинству ты не объяснишь. Ведомость это когда тебе, ну, лично я так думаю, когда тебе как факт какую-то хуйню навешивают, и ты в это начинаешь верить. А когда тебе высказывают, ну, на какую-то тему вы общаетесь, почему здесь ведомость? Ну, может, я неправильно, ну, не так разбираюсь в этом, но, по-моему, большинство вещей, которые происходят и обсуждаются, они, ну, не бывают однозначными, типа. Что у них с кукаяками случилось? Да пока не знаем, но, как я понимаю, ну, он позволил нас-то самке засрать, получается, семью кукаяк, да, поставить под сомнение, что они, ну, вы поняли, что он эксплуатирует, типа, ребенка, и, учитывая, что кукаяки это его друзья, я не знаю, лучше, не лучше, ну, типа, хорошие знакомые много лет, он, типа, язык проглотил, более того, сидел и говорил, да, я согласен, так и есть. Можешь, как бы, не принимать сторону и просто быть наблюдателем, но для них это, типа, попытка усидеть на двух студиях. И я это все читаю, думаю, все, ну, надо выйти из этой комфортной зоны, нужно над своим стержнем поработать, потому что, ну, правда, мне это, ну, неприятно самому наблюдать. Я такой, я думал, что я проработал. Это не я, это мои СДВГ, блин. Ты видишь, а потом я сижу такой, надо было так ответить. Это не я, это, бля, это что-то помутнение, блин. Так надо было, блин, ответить. Я не подсос, блин, я не подсос, я не сосу, не подсасываюсь всем, кто ко мне приходит, с кем я общаюсь. Это, короче, ну, ПРЛ, ЛДПР, блин. Подкаст, может быть, когда-нибудь обернуть этот формат, может быть, я буду делать его там очень редко, потому что еще и важно понять, что весь вайп убило вот то, что мы решили выпускать его еженедельно. Это, пи***, нужно в конкретный день между там, к одними, другими. Бля, работать, да, приходится, сука, ебаная работа, блядь, каждую неделю ролик снимать, блядь, пи***. Этими пятыми-десятыми делами найти до моих гостей, чтобы оптимизировать время, типа, и так далее. Пятые-десятые дела, блядь. И началось вот это вот. Ну, это тяжело, я понимаю, да. Да, видишь, и всю романтику. Вот это. Два человека, которые вдохновили меня больше всего на этот подкаст, это Егор Лоскутов. Бля, ну какой вдохновили на подкаст, блядь, ну это же не творчество. Как-то просто провели вечер, он гений, гениальнейший человек. Ну ты просто увидел, что у кого-то, типа, заходит, надо то же самое сделать, ну как это вдохновение? Он ехал от меня, хотя он это имел в виду, наверное. Я нужно делать подкаст, типа, по-любому, это твой формат. И Томми, который делал лейбл, делать подкаст, как только я стал отказываться от почти всех съемок, куда меня зовут, я наконец-то зажил жизнь и что-то испугался, типа, что мне 30 лет, а я до конца жизни что-то я не хочу, типа, бежать куда-то, непонятно куда, иметь бабки, но при этом... Ну, типа, работать. Не иметь... Это странно звучит, типа, я понимаю, что сейчас это будет звучать, как будто я на патриках стою такой, он знает это. Так тяжело, когда у тебя ездят, но это правда так. Я такой, типа, неужели до конца жизни я буду работать 11 месяцев, чтобы в январе слетать куда-нибудь, отдохнуть на месяцок, это же ужас, я хочу... О, это же не жизнь, блядь, фааааа, блядь, не то, что некоторые, блядь. Я хочу свободы, мне очень не хватает свободы, и я что-то решил от всего этого отказаться. Месяцок в год он отдыхает, блядь, с***, не может больше так. Братан, ну что мне надо, потому что, типа, музыка, она как создается... Ну это хуйня, бро, да ладно хуйню не неси, блядь, что там про кукаяк-то, блядь, я, сука, блядь, давай рассказывай. Счастливая жизнь после подкастов, ты не можешь быть милым для всех. О, как Рындыч, блядь, что-то все интересно. На самом деле, знаешь, даже порой обидно, что... Ну я-то вижу в тебе изменения, да, там, в разных сферах, в разных действиях, в разных мыслях. Но Андрюха вообще мужчина, блядь. Люди, которые за тобой давно следят, они на одном мнении могли остановиться, типа, знаешь, и вот, он, вот, Жарахов такой. Недавно был подкаст, мы записываемся с Янгером, и Янгер говорит, типа, мне вот... С кем, блядь, что за неймдропинг? Было-то какое-то мнение, что Жарахов плохой. Говорит, я пока с ним лично не пообщался, я не понял, что, типа, он нормальный крутой чувак, типа, и прочее. И мне хочется, чтобы... Не, ну в жизни, естественно, он, блядь, уши обволакивает, блядь, своим пиздежом сладким. Естественно, в жизни все охуенные, блядь. Люди тоже участвуют, типа, знаешь, как... Со звуком, я не знаю, это у них так. Заметили тоже твои изменения. Да, у него реально такой звук, блядь. И чуть-чуть обидно, что они не могут так до конца прочувствовать. Понял, как за товарища, короче, вот это. Я отпустил это, братан, когда понял, что ты не сможешь быть милым для всех. Сейчас у меня там меньше хейта, например, в тихтоке почему-то происходит. Я такой, вот такой, типа, ребят, ну ладно. Но все равно есть люди, которые в каждом моем каком-то действии, даже каком-то там, позитивный трек, что-то еще такие, не верю ему. Они у кого-то, да, как будто... Позитивный трек и не верят, блядь. То есть не способны в это... Я не хотел бы... Да, может, потому что музыка хуйня, да ты в нее ничего не вкладываешь, блядь. У тебя нахуй это... Че у тебя смеха? Да все заебись у меня с микро, ребят. Или что-то до сих пор опять не так, да все нормально. У него, у Егора Крида там, я вот где-то в ролике это слышал, блядь, и прям, ну, четко чувак сказал, блядь, забыл, вот не могу сослаться. Что, типа, песня какая-то стрельнула, стиль какой-то песни, Джарахов бежит ее делать. Норм, все, да? Все, супер. Мне, наверное, микрофон надо подальше от себя, да, чтобы нормальный звук был, блядь, и все. Вот, какой-то стиль стреляет, Джарахов бежит делать, блядь. Там Егор Кридс сделал поп-рок, Джарахов поп-рок. В этом души нет, конечно, всем похуй на тебя. А, шипит микро, он и будет шипеть, да. Потому что провода у меня говно, ребят. И так, наверное, еще несколько стримов будет. На них кидать или что-то такое, это абсолютно их право. Прикинь, сколько людей, вот если вот в сухом остатке, за эти 12 лет... Но вы какие-то шеи общительные, ребят. И сколько людей я прошел. У каждого я отпечатался определенным образом. Я рос у них на глазах, типа, я был вечно пьяным. Ну, хуй знает, прям на глазах. Думающим только о себе. Я был спокойным, я был милым, я был разным. И каждый, наверное, запечатлил меня таким, каким, ну, каким хочет в целом. Плюс важно понимать, что если мы говорим про взрослых людей, про детей вообще ни слова. Я когда... Ну, у меня в хейте, в хейте много в ТикТоке. Я триггерился на это, пока я не увидел, как они выглядят. Я такой, я не имею права вообще, типа, что-то обижаться на детишек, которые... Да, вот эти Максим2002, да, по-моему, как это... 2004 Максим, который говорил, что ты мразь конченый. И вот остальные ребята, мы, ну, как бы, тоже дети, наверное. Ну, блин, 12, чувак. Они не любят, потому что им просто сказали... Максим2003, да, 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 вот который рассказал, что он мразь, блядь, доказать. Ну, как доказать, реальная история, в которой Джарахов был мразь. Или помните, когда к нему на 50 хейтеров приходил чувак и сказал, ты помнишь, ты напился, выхватил у меня телефон, разбил его и сказал, да я тебе заплачу и убежал, блядь. Ну, хуй знает, ему, наверное, 12 лет было. Очень там развит эмоциональный интеллект, например. И та же эмпатия через интернет, чтобы понимать, что тип, который кажется им искренним каким-то, на самом деле, ну, 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 окей, они... Вот мы тоже обсуждали, мне это говорили, я познакомился с Сашей Чистяковой с семьей с одной. Я постоянно там знакомлюсь с какими-то интереснейшими людьми. Мы общались там про медицину, про всё, а потом с их дочками, которым там тоже, знаешь, до 14 лет. Ладно, это мусорная тема. Так, чё, вот-вот, Рындач, что помог стать Элу? У меня там после развлечения Рындач... Мне уже название триггерит, блядь, Рындач, это Рындач помог, аааа... Он действительно очень сильно мне помог, типа. А ты про это делаешь? Рындач? Ещё раз. Не парюсь по поводу того, что многие люди меня не любят. Самое главное здесь... Да мы видим, как ты не паришься, бро, блядь, точно, да. Не примерять это на себя, как это было у меня, там, после разоблачения Рындача, он действительно очень сильно мне помог, типа. А ты про это... А то, что Рындач мои слова там повторял просто со скетчами, это ничего? Что, Рындач, всё, что он там даже ссылался на меня, блядь. Рындач вылечил, да-да-да. Блядь, такое, сука, чмо, бля, я в ахуй, просто пиздец. Не рассказывал, да, вроде уже? Да, где-то говорил. Я сидел его, хуярил, блядь, разобрал чувака на винтике и собрал заново, блядь. Показал всем, какая он мразь, блядь. Всем, каждому, нахуй, в интернете я показал, какая он мразь, блядь. Не Рындач, я, нахуй. Рындач на фоне хайпа сделал видосик про тебя, блядь, где пересказал мои слова. Ну, Рындач помог, ДК нет. Он мне, типа, реально... Понятненько. Помог посмотреть со стороны, но там всё равно было кучу... Разоблачение от упомянутого гражданина, да-да. За уши хуй. Люди прям меня возненавидели, и я сидел на себя, это всё примерял. Мы были на Бали тогда, компания, я посхожу к друзьям. Говорю, ребят, неужели это правда? Почему вы мне, типа, не скажете, что я такой? О, я сомневаюсь, вот это творческий, я мучаюсь. Я не могу, вот вы говорите, я плохой. Но я же реально об этом думаю, потому что я же заинтересован быть хорошим. И я как бы... Я не знаю, плохой я или нет, потому что каждый хороший человек всегда в этом сомненен. Такой. Так много людей прямо сейчас говорят, что я такой. Они же не могут быть дураками, типа, слепыми. Нет, Эльдар, они все врут. Главное на себя это просто не примерять, по-здоровому оценить это всё. Окей, супер. Говорят, что я, ну, украл у человека, блядь, его интеллектуальную собственность, снял такой же клип, блядь. Ну и вот эта вся хуйня. Да это просто дети, 12-летние, и как бы... Я же не верю, что я такой. Посмотреть, сказать, да, вот тут, короче, я правда обосрался. Я принимаю, как бы. А с чем ты был? Да, мы помним, когда ДК «Прости меня, пожалуйста», Даня Кашин. Я реально был неправ, ты «Прости меня, пожалуйста». И продолжал меня хуярить, блядь, упоминать, блядь, тик-токи снимать. Кашин, кстати, с Рындычем. Я думаю, что в целом весь тейк про то, что когда я был постоянно под алкоголем, я не очень контролировал то, что я делал. А, только в этом... А, ну всё, в алкоголе дело, блядь. Я думаю, важно понять, что... Рындыч же снимал, я помню даже название, «Джарахов, алкогольная шерсть», что-то такое, да, только про алкоголь рассказывал. Я очень люблю самую... Этого, пост-иронию, но она мне пи***ц как не подходит. Она никогда не выкупается, как пост-ирония, типа... Я там что-то вышел, говорю, ты видишь, сколько эти шмотки стоят, сука. И типа... Ну, чувак, там не пост-ирония была, реально. И типа больше... У него же есть интервью, где он рассказывал, как он много трахается на полном серьезе, реально. Свои людей думают, что я реально... А что про тебя было, где? Очень контролирует. Что? То, что я делаю, что я говорю. Важно. Посмотри про себя, где, блядь. Понять, что я очень люблю самую... Этого, постороннего, но... Ну, похуй, он там упомянул один раз, хули мне это пересматривать, похуй. Это делает, наверное, один раз, да, сказал, и все, да похуй. Говорю, нет, это неправда, они такие, не оправдывайся, такой пи***ц. Посторонний не подходит, вот я четко знаю двух людей. Это ты и Соболев, которым... А, подождите, на тайм-коде прошлый, да, про меня было? Который я не досмотрел, да? Да, вы только имейте в виду, давайте посмотрим. Там, может быть, даже побольше будет, чем упоминание. Сейчас посмотрим. Я постоянно там знакомлюсь с какими-то интереснейшими людьми. Мы общались там про медицину, про все, а потом с их дочками, которым там тоже, знаешь, до 14 лет, сели общаться по этому поводу, и мне дети, которым 14 лет, ну, начали говорить о том, что... Эльдар, неважно, типа ты уже получил эту аудиторию за счет хейта. Ну, какие умные 14 лет дети, это же просто, надо прислушаться к ним. А, кстати, те, кто меня хейтит в тиктоке, ха-ха, так они же маленьким 12 хули их слушать. А вот недавно мне в 14-летние сказали такую мудрую мысль, я и прислушался. И в процессе, как бы, этого развития они поймут, где, что, как. Они все равно сюда придут, если они на светлой, где по стороне. Так что я больше никак не парюсь по поводу того, что многие люди меня не любят. Самое главное здесь примерять это на себя, как это было у меня там после разоблачения Рындыча. Он действительно очень... Нет, все, Рындыч, крутой пацан. Мне помог, типа, а ты про этот день рассказывал, да, вроде уже? Да, где-то... Ладно, погнали дальше. Похуй, да, похуй, что он там сказал, бля... Думают, что я реально тип, который это делает, а я потом сижу, говорю, нет, ну-то... Подожди, что, что за... Понять, что я очень люблю самую, этот, постеронию, но она мне, как не походит. Она никогда не выкупается, как постерония, типа, я там что-то вышел, говорю, ты видишь, сколько эти шмотки стоят, сука. И, типа, большинство людей, ну, думают, что я реально тип, который это делает, а я потом сижу... А ты же не такой, блядь. Говорю, нет, это неправда, они такие, нет. Блядь, если что, он в жизни такой же, блядь, вот... Он сидит, кривляется, блядь, но я это могу сказать, не рассказывая какие-то личные диалоги, да, но он в жизни абсолютно такой же, ему лишь бы повыебываться, рассказать, как он потрахался круто с двумя-тремя, блядь, или, типа, как он много зарабатывает. Ой, знаешь, что я такой, блядь... Знаешь, сколько я за интеграцию вообще получил, блядь, понятно, брод. Правда бы, сетку, блядь. Посторонний не подходит, вот я четко знаю двух людей, это ты и Соболев. Ну, то есть я имею в виду, что он в жизни, он не в интернете, он в жизни так же разговаривает, рассказывает эти свои, как он крутой, блядь. Которым посторонний не подходит. Соболев? Коля. То есть, когда он пытается пост иронировать. Кстати, да, 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 про Соболев, правда. Потому что, типа, он себя любит. Типа, и ты такой... Ну, уже реальность, вот в этом же, Андрей, в этом же и прикол. Соболев над этим иронизирует, но, как бы, все понимают, что он реально себя любит. Что он реально самовлюбленный. И Джарахов, когда иронизирует, какой он богатый, типа, как он много ебется. Так все понимают, что он просто говорит то, что ему нужно. Просто под соусом пост иронии, чтобы сильно не доебались. Да, типа... Ну, это, ладно, если в случае с Кулей, то можно понять. Я же двигаюсь на юморе постоянно, на какой-то самоиронии там и так далее. Ну, и я заигрался в какой-то момент, видимо. И я благодарен, это помогло мне бросить пить. Я вот после этого балийского и тайландского трипа, когда уже алкоголь перерос в... Реально, я в... То есть, типа, не было... Во что перерос, блин? Когда уже алкоголь перерос в... Марихуану он сказал, или что? Я вот после этого балийского и тайландского трипа, когда уже алкоголь перерос в... Блин, я не знаю, во что он там перерос, но что-то жесткое, блин. Реально, я в... А, он сказал наркотики, да? Все, понял, да-да. Не было, не было, не было. Были какие-то, значит, такие ситуативные где-то, что-то. Я говорю, так, 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 я не хочу умирать. Когда у меня есть фотография, я могу, я нигде им не делился, я могу тебе показать. Айфон в январе подкинул мне воспоминания, что было год назад в этот же день. У меня в январе... Сейчас выебываться будет, как он много трахается. Бля, вот эти вот... Водного впервые. Он всегда так, знаете, типа, хочет рассказывать, короче, какую-то историю, когда хочет рассказать, как ему очень, типа, поняли. Ну, прям хочется рассказать, блин, что он потрахался. Он же не может просто сказать, бля, пацан, я недавно трахался. Ну, или в интервью. Я недавно трахался. Вот знаете, как скажут, типа, я вот помню ту историю. Я, значит, трахаюсь двумя сразу и все такое. А потом поднимаю взгляд и там картина, что-то типа, не трахайся с двумя. Я такой, ха, вот это иерой. Ну, понял, вот так подойдет. Типа, у меня айфон недавнего воспоминания, ну, вот подкинул. Вот, как я трахаюсь и я крутой, бля, я бак... Ну, что-то такое, я вам серьезно говорю. Я трезв, типа, счастлив, начинаю что-то нащупывать в себе, понимать свои границы какие-то там и так далее. И айфон скидывает мне в этот момент, пока я сижу. Границы свои расщупываю. Думаю о изменениях. Он говорит, вот что был год назад. Я так х**л. Флеча, по-любому что-то как он крутой был и рок-н-ролльный среди. Я так вообще такой, нет, это ты кто? Батюшки. Я даже не знаю. Ну, как он крут, как ты, какой ты здесь прям куртка Бен-Эльдар, блин, вообще. Здесь во мне таблица Менделеева. О, я же сказал, бля, лишь бы повыевать, что он наркоманил, блядь, а он расскажет какую-то издалека, начнёт айфон, подкинул, бля, понятно. Ну, просто... Ещё раз с таким удовольствием, да такой, во мне наркотиков, знаешь, как... Бля, он прям доволен, когда эту х**ню рассказывает, пиздец, блядь. То, что я даже чего название не помню, понимаешь? О, чувак, да ты очень круто. Мне так в школе рассказывали, бро, да я вообще торчу, бля, мне вот так же рассказывали. Ужасно. Я даже не помню, когда последний раз был трезвый. Мне вот такую х**ню прогоняли в школе. И самое страшное, что ты улыбаешься, что он ещё такой понял, типа... Ну, а как ещё я там... Ну, короче, помогло это со стороны на себя как-то посмотреть. И уйти на... Рындыч помог. Ну, до души Рындычу, блядь, респектули. Постарался, братуха, информацию ты сколько собрал. Реально, просто уйти на подумать. И в этом плане тебе очень благодарен, Андрею старому очень благодарен. Вы были рядом, пока я отрезвел. Потому что ты помнишь, я такой, типа, Андрей, хочу сорваться, что делать? И ты мне сразу просто какое-нибудь огромное сообщение. Ты ещё был, ну, где-то там, в таком притусовочном месте. Я был во Владивостоке, помню, я подписал из Владивостока. Бля, ладно, короче, как он страдает? Ага. Когда крысиный бега? Завтра. Немножко внутреки клик-лака. Давай! Внутреки, конечно, давай! Году сделать. У нас сейчас большие перемены в клик-лаке. После того, как Илюха уехал... Ооо, так! Не стал лидером в компании. И никто не смог взять... Я не смог на себя взять эту ответственность. Так он деньги получает ты в итоге оттуда? Мы все лидеры. Ну, и это привело к тому, к чему привело по итогу, да? И сейчас сменилось руководство в клик-лаке. А, сменилось. Или ещё-таки не получает этих денег? А-а-а. Сейчас к нам присоединяются. Так чё, а где Илюха-то, братан, бля? Эльдар, где Илья? Где Даня Поперечный? Где все, блядь? Классные ребята, с которыми... Классные ребята, блядь. Только сейчас что-то слили, братуха, блядь. Вот этот концепт клик-лака, потому что немножко обидно. И это наша вина в том, что потенциал клик-лака... Всем показывал, как я с друзьями не общаюсь, значит, ну, вот так, вот такая сволочь, блядь, у самого друзей. Помните, я ещё давным-давно, блядь, так прикольно, я ещё давным-давно, когда мы с ним ругались, я прям в потолок пальцем тыкнул, и, блядь, оказалось, что я угадал. Когда я ему сказал, а где твой Ильич-то, блядь? Чё, помните, я такое говорил? Оказывается, они реально что-то не общаются, что-то, блядь, у них произошло. Раскрыт. Вообще. Ну, я думаю, они общаются, поняли только так. Блядь, как дела, нормально, и всё. Ну, я думаю, вряд ли они друзья до сих пор. Я думаю, там посерьёзнее проблемы, короче, у них между... Шоу? Моё мнение. И если кто-то там думает, что мы с этого все суперзаработали, мы посчитали, это пиздец. Мы сами вкладывались в это. А мы всё это делаем для того, чтобы офис существовал. А, не сейчас. А целый сезон для алкоголя снять, для Уилли Ловсона, блин. Ну, я просто ничего не имею, просто говорю. Вот, то есть, они снимают, помните, где они лещи раздавали, друг друга били? Там был спонсор генеральной алкоголя Уилли Ловсона, по-моему, который пиздец как много денег отдал. И чё, вы хотите сказать, что вы даже с этого не заработали, блядь? Ну, я помню конкретную сумму, которую ты называл, да. На офис, на зарплату. Ну, представляете, да, у них клей-клак сколько существует? Лет восемь, блядь? Ну, вот чё-то такое, да? Да больше, наверное, да, блядь. Ну, девять, наверное, лет. Я переехал в Питер, уже клей-клак существовал, кстати. Пиздец, блядь. И хочешь сказать, вы прям девять лет ни копейки не заработали, но, блядь, всё равно, вот, бьёте вы эту точку и бьёте. Ну, рассказывай, блядь. На зарплаты около 50 миллионов в год уходят. И это без учёта того, что все, кто работают на спец... Ну, тебе даже копеечки не перепадают. Это грустно, братуха. Ну, блядь, жёстко, блядь. Эктами и рекламными интеграциями получаешь. С восемнадцатого года, да не, шестнадцатого, больше, больше, больше. Ну, типа, за это всё. И это не бизнес-модель. Я же фанбойчик бывший, я же знаю, как он появился, потому что они с, короче, с Ильичом сделали группу, Клик Лак Бэнд называется. Кстати, прикольно. На то время очень прикольно выглядел, свежо, смешно. И что-то у них там не сложилось с этой группой, и они оставили канал Клик Лак и начали переименовывать его, ну, это вообще, ну, такое-то выживание. Портал, типа, делается. Выживание, да. И сейчас хочется немножко это переделать, чтобы и мы, типа, наконец-то, что-то с этого получали. Ну, кроме гонораров мы не будем, как бы, лукавить, что мы всё равно получаем за спецпроекты. Ну, то есть всё, то есть вы получаете. Ты только что говоришь, я нихуя не получал. Теперь говоришь, ну, конечно, мы получали, ты заебал. Но у меня он срезан, например, в четыре раза. А, сука, бля, понятно. Раза меньше беру, типа, чем должен, потому что... Бля, и так девять лет подряд, братуха, ну, это жёстко, бля, прикиньте вообще. Нужно содержать коллектив. Сделай себя погромче. Бля, ребят, я стараюсь, блин, сука, ну... Я если сделаю погромче, у меня зашипит пиздец микрофон. Вот мы сейчас работаем над вот этой всей структурой, над идентикой тоже нужно подумать. Подумать о том, нужно ли нам, чтобы... Так, я его прибавил и убрал вверха. Нормально, ребят? Не совсем пиздец, хуёво. Кликлаку 11 лет. За 11 лет он никого-то вот прям... Дать чё-то новое, видишь? Кыш пиздит, блядь. Ну, это реально. Я тоже энтузиаст, блядь. Я тоже готов, если проект... То мы в какой-то момент из-за самобытного кликлака стали... Начали играть по правилам medium quality и... При всём уважении. И начали вот снимать шоу, как будто мы на телеке. А это не диджитал-картинка, это совершенно другое восприятие. Когда человек смотрит, ну, это сразу какое-то что-то вылизанное, что-то там дорогое и так далее. И мы совершенно забыли, что можно просто снять проще. Ну, он так, блядь, ну, это пиздец. Он так говорит, как будто кликлак всегда снимали на айфоны, как Optimus Gang. Да всегда продакшн у них рост. У них же Алина Пязок была. Это очень талантливый. Очень невероятно талантливый человек, блядь. Блядь, ну, это пиздец. Он так говорит, как будто кликлак до этого был прям, ну, пиздец хуйня. На телефон снимали. Он всегда стремился к большому продакшну, разве нет? Внутри все были вовлечены. Вот я сам вспомню съемки, когда мы все расходимся и в телефоны, и в телефоны, или съемки, когда мы такие, вот это сделать, и вот это сделать. Я помню команду Е, то есть еще вот те времена. Когда ты пердел на Ильича, пока он спал, то есть такие моменты. И вот так вот я порчу жизнь иностранным агентам. Я пердел в лицо иностранному агенту, ишь ты, смотри у меня. И лишнее обидеться. Да нет, конечно. Не важно, я с ними не... Я был прав. Мы снимали пилотик. Блядь, я был прав. Он сейчас шутку сказал, поняли, да? Вы поняли, да, что он сказал, что с Ильичой не общается? Чего? Где Ильичи-то? Ильдар, где Алина Пиаза, где все там? Да, я был в какой-то, типа, в псевдоформе с маской кота. Есть фотка, да, да. Вот это был вайп тогда, это было прям жестко. Вот это был наш первый звоночек о том, что не нужно заходить на территорию вот такой съемки. Потому что команда Е первоначально должна была быть в грайнхаус стиле в таком, типа, когда мы на зеленке, в самодельных костюмах. Вещи-то, вещи с гаража. Да, и это тогда бы работало, а тут мы нагнали шуму, типа, пи***ц у нас первую серию в кинотеатре на этом, на Старконе показывали, мы вообще не ебанулись, что ли. Ну они как будто, да, я помню про команду Эд, да и мне понравилась первая серия такая, ну такая скучноватая по сценарию, но в принципе меня, ну меня, помню, ничего не смущало, визуалы, они просто сами по себе навешали, поняли, и расстроились из-за этого. Я помню, Сачева, ты-то все нормально, вон джек-эсы, помните вот этих чуваков, они же тоже на просто Соньку камеру сняли целый фильм, вот, как их, идиоты, нет, не идиоты, идиоты, это русскоязычные. Ну вы поняли, короче, блядь. Сачева. Перегруз есть у микро, дай им похуй, да, да поебать, чувак, да похуй, да забей. Во время просмотра команды. Чувак, да забей хуй, да похуй, блядь. Я сидел рядом с ним, и у Сачева вот так вот. Я могу сейчас запаузить и сидеть, крутить себе крутилки, если вам, ну, прям заебись, могу, могу. Вот так, нормально. О, кстати, реально перегруз ушел. О, боже мой, как же стыдно, боже мой, это ужас. Я сижу, я понимаю, там, не время. Да там ничего стыдного нет вообще, там, ну, в своей стилистике, кстати, зашипело еще сильнее, в своей стилистике вообще заебись. Не время густеть, команда Э. Типа, я такой думаю, ой-ой-ой, мы сидим вот так в линию, мы такие вдвоем. Нет, кринж, это круто, но тут важно соблюдать баланс. Все, ладно, нахуй я это смотрю, бля, почему меня это волнует. Ностальгируем по былым временам. Когда Джараху на респекте, типа, был. Грядущее изменение в клик-лаке. Я могу себе позволить ненадолго уйти на пенсию. Так ты уже пенсионер, у тебя же инвалидность. Ну, я не стебу, у нее реально инвалидность. Немножко, я не знаю, пенсию получает, но должен, по идее. Немножко хвалюсь, и меня хвалят. В погоне за хайпом можно сойти с ума. Бля, бро, ну ты уже давно, видимо. О музыке. Эл восхищается своей избранницей. Немножко о прошлых отношениях. Снова восхищается Дашей. Какой, нахуй, Дашей? У меня через несколько дней появились отношения. А, это девушка Дашу зовут. Я думал, инстасамка, типа, заебись, молодец, все правильно сказал. Я думал, сейчас будет сидеть. Да, инстасамка, молодец, бля. Почему не вышел подкаст с манекеном? Бля, это прикольно. Почему? Подкаст с манекеном. Мы сделали лучшие видео в интернете с участием манекена, клянусь. Это получилось настолько искренне и откровенно, что Олег попросил это не выкладывать. Он говорит, чувак, я слишком разоткровенничался. Типа, я не хочу, чтобы люди видели меня. Опять сидел, меня папа не давал деньги в Америке. Каким пи***татым чуваком? Ты не хочешь, чтобы они видели тебя клевым парнем? Эй! А я помню, причем мы снимали, сынащупал, и у меня, ну как бы, на каком-то уровне было такое, знаешь, типа, призятые отношения к нему. А потом я смотрю, он начал накидывать шутки, и я понимаю, что в этих шутках очень много самоиронии, очень много действительно юмора. Не, ну в говне тоже можно семечки поискать, если так-то подумать, блядь. Люди защищают меня в комментариях. Реально? Стало бы общаться. Реально? Просто, ну точно, ладно. С противоположностью. Я думаю, все в самокупе, на самом деле. В том числе, да, что они увидели, что я романтичный, на самом деле. Да это зумеры, они вообще не ебут, блядь. Че, кто, блядь? Они в интернете-то пришли год назад, блядь, они вообще не в курсе, блядь. Какая-то мразь, блядь. Ну это правда, да. Не, бро, а вот ты, давай посмотрим. Не, слушай, вот ты говоришь, вот меня хейтят люди, я захожу к ним в профиль, ну там же все понятно, они малолетки. А кто тебя прям защищает? Они не малолетки? Просто вопрос. Ну то есть я не доебаюсь, просто вопрос спрашиваю. То есть как бы, ты когда заходишь, они точно не дети, которые первый день в интернете, они реально не в курсе, не смотрели про тебя ни ролик, ни ничего. Появились люди, которые начали меня защищать. Реально. Кстати, по рофлу пишут, да, кстати, если что. Если что, реально там есть люди, я видел тиктоки, где прям на чистом угаре пишут, я фанатка Джарахова, вопросы, да, мы существуем, но это угорают люди, если че, я серьезно говорю. Приходят в комменты и такие, что случилось, вы чего? Это же нормальный тип. У них там какие-то споры. А профили у них что? Точно взрослый? Я, конечно, не буду врать. Не буду копить, брат. Я чуть не прослезился. Я, есть этот чувак, Миша его зовут, который на патриках подходит, фоткать людей. Там у него ролик со мной собрал, там, что-то за двое суток, миллионов пять в тиктоке. Нихуя, блядь. Это просто искусство. Я, мэй. И в инсте, кто-то у него оставил коммент, типа этот автор, а бля, бро, ну, не, ну хуй знает, я просто, блядь, ну, что-то, короче, блядь, интересно, ладно. Одной песни, и вот такие эти. Че-че-че-че-че? Те, кто-то у него оставил коммент, типа этот автор одной песни, и вот такие эти. Ну, то есть ребенок, и сейчас ему 25-летние пришли, сказать, ты не прав, потому что мы фанаты Джараха, мы адекватные взрослые. Вступать в люди, и лайкать комменты друг друга, и они писали про меня хвалебные вещи. Он сидит, блядь, ну, короче, я понял, чем он занимается, он сидит, людям в голову срет, для того, чтобы, ну, короче, вы поняли, он объясняет модель поведения его аудитории потенциальной, ну, вот эта, короче, которая есть, блядь, как они должны себя вести, поняли? Он сидит, сидит, и, ну, ну, короче, это руководство к пользованию, блядь, ТикТока, аккаунта Джарахова, поняли? Он сидит и говорит, как вам надо писать про него, это кринж, блядь. Кидываю Алини, говорю. Ну, типа, эмоционально, я тоже могу на стриме сказать, слушай, я вот когда вижу, что Джараху пишут, что шерсть, и мне прям слезы идут от счастья, это, пиздец, приятно. Ну, если я более искренне это скажу, это же реально, бро, будут еще больше писать, что ты шерсть, понимаешь? Меня любят, это жалко, вот что я хотел сказать. Я такой, наконец-то, ну, наконец-то это произошло, потому что, типа, в целом, хейт у меня начался первый с антихайпа, я в классных отношениях с чуваками. Не с антихайпа, а с того, что ты украл, украл песню, ой, клип, блядь, у человека, который тебе его прислал. Реально. То есть ты реально накосячил? Пожалуй, Андрей, никакого долга нет, одна тысяча, ты ее отбил, ты ее отбил миллион раз, ты уничтожил меня морально, но помог мне. Ну, а, значит, рындач на меня повлиял. Андрей Замай тоже там меня уничтожил, Слава КПСС уважаю, блядь. Блядь, как он вокруг меня ходит, это вообще классно, да, это же прям, ну, я реально гражданин, которого вы упомянули, блядь. Стать крепче. Даня Кашин. О, блядь, сказал имя, нихуя. Я же титры нажал, блядь, подожди. А Даня Кашин хуй, сейчас, угадывай, угадывай, смотрите, сейчас. Тихо-тихо, тихо-тихо. Подожди, дарррррррррррррррррррррррррррррр! Хочу слушать, дожди. Значит, рындач на меня повлиял, который моими словами говорил. Слава КПСС антихайп, вообще молодцы, блядь, супер. Даня Каша, смотрите, чмолох, злой, обиженный. Ты его отбил миллион раз. Ты уничтожил меня. Серьезно, Даня Кашин злой, обиженный. Правильно, но помог мне стать крепче. Даня Кашин, который как бы по дефолту просто всех ненавидит. Я говорю, вот он обиженный, блядь. Рындач, от души тебе. Слава КПСС за мать. Дай вам Бог всем здоровья. Даня Кашин, ну ты обиженный просто. История вот этой вот стрим-тусовки. И, соответственно, тусовка Кашина тоже. Ну и пришли хейтить. Ты знаешь, я раньше очень обращал на это внимание. А, стрим. А, это же стример, блядь. А потом такое, да, блин. Сколько прекрасных. Это не то, что я, Тимур Родригес, СТС, блядь. Я ж величина, блядь. Я ж величина, блядь. А ДК, это что, стример же вроде что-то такое? Я же всю жизнь стримлю сижу, правильно? Меня ж можешь так назвать? И что-то... А в живую-то нету вообще никого такого? Туда картоху, да-да-да. Не, ну знаешь, ко мне могли подойти там на ВК-фесте. У меня был мит-эн-гри. Ко мне подходили дети сфоткаться и такие... А, дети-то от ДК, сейчас, смотрите, дети-то от ДК, блядь. Что? Может, на самокате вместе покатаемся? Или там... Ну, какой-то, знаешь, какую-то фразу. Какую-то фразу. Триггерную какую-то историю. Типа, которая... Либо оскорблемент какой-то, либо... Самокат. Типа, когда я на концерте, типа, приезжал на самокате, я не понимаю. Что-то такое, но... А-а-а-а, блядь, где фотка, где он на самокате едет, точно. В ночь человек в очереди отстоял. Чувак, ну это обидно. Блядь, если ко мне так подойдет, я ему скажу, что ты сказал? Он такой, давай на самокате. Ну, типа, трой. Я говорю, слушай, ты меня сюда пизденыш, блядь. Ты сейчас меня троллишь за то, что есть фотографии, где я на самокате еду? Ну, сука, блядь, сразу же в ГТРП, нахуй. Есть же взрослые люди... Брой, это оскорбление, это самое... Ну, искреннее оскорбление, блядь. Это ужас, блядь. Да, это дети, это от ДК, это дети. Твои взрослые. Слушай, что-то такое, но все равно человек в очереди отстоял для того, чтобы это сделать. А есть взрослые, которые вот меня любят? Есть же взрослые люди, которые этим занимаются. Вот это, конечно, катастрофа. А, то есть, которые занимаются? Потому что ты понимаешь, как много глубоко несчастных людей, которым хлебом не корминут, да? Бро, а может быть, все-таки ты мразь? Слушай, вот, блядь, очень много людей, у них какие-то там свои головники, да? Они какие-то ебнутые дети, которым нечем заняться. Их очень много. Может, не они все... Ну, короче, не люблю эту фразу, потому что она не всегда применима. Типа, может, не все вокруг воняют, а ты... Ну, бро, может, ты... Ну, как правильно сказать? Ну, мразь, блядь, которая вот... ...самоутвердится по этому поводу. Мы недавно с одним нашим общим знакомым, моим близким другом, обсуждали в качестве бреда историю о том, что, а что будет, если люди будут заходить в интернет по документам? Бля, я тоже об этом... Я мечтаю об этом, вот, блядь. Я помню, пиздюком был. Да, ни в коем... Вы что, охуели, когда вот такой закон... Сейчас я понимаю, что надо, блядь. Типа, с которой я в госдуму пойду, не надо мне... Ты готовился. Не-не-не, ребят, я же не прочитал его, я же сказал, а взрослые, во-первых, я услышал эту фразу, во-вторых, он вообще не об этом говорил, я же не прочитал в этом моменте, я ошибся. То это... Сожрать говно? А что произойдет, если люди будут заходить по своим собственным документам? Этого всего не будет? Я думал, он просто скажет, дети ко мне подходят, хуесосят, а вот взрослые только... Ну, не так сказал, если честно. Знаешь, что люди... Мы первое поколение... Ну, не с 18, но с 14 надо, то есть, да, да. Ну, с 18 совсем бред, блядь, типа. Которые живут под двумя личностями. Типа, у тебя есть одна личность в реальной жизни и одна личность в социальных сетях. И в чем проблема? И там, будучи под аниме-аватаркой, и кем ты... Под любой другой там чужой аватаркой, да даже под своей, ты можешь делать... А что, в комментариях? Писать все, что тебе вздумается. У тебя, по факту, ты разделяешь себя на две личности, типа. И ты разные, по-разному себя ведешь. Это же... Мы же даже не знаем, к чему это приведет. Да, бро, да ни к чему не приведет. Что ты ни хуя несешь? Сколько мы получим сумасшедших людей? Одно дело, когда человек анонимно там что-то с животными делает. Были же такие истории, даже фильм про такое сняли. Это, блядь, да. Вот это жестко. А то, что тебе ребенок написал, что ты шерсть, блядь, из-за этого надо паспорт вводить. Ну, ты придурок, блядь. Ты можешь это предположить вообще? Что, ты понимаешь ход моих мыслей? Да. Ну, это тех... Нихуя вообще, блядь. Меня обижает по этому по паспорту вводить. У нас столько даже, знаешь, что она такая двоякая глубина, где все всегда приходит к конечному итогу, что все индивидуально. А любая тема, какую мы начнем говорить... Я вот, я... Ну, я хочу, чтобы вот интернет по паспорту вводили для того, чтобы люди не сливали, поняли, типа там, личные данные, еще что-то там. Ну, такая движуха. Она двоякая, я же... Никакие-то ужасные вещи не делали. Ну, вы, короче, поняли. Ну, по этому принципу, блядь. У меня для меня вообще нет однозначных вещей. Руки прочь от котиков, да, по-моему, называется. Практически. Чем старше становишься, тем меньше радикальность. Мне кажется, наоборот, у людей происходит. Ну, это у заслышанных. Нет, это хуйня. Тогда, например, линчевать не будут всяких тамаевых и тому подобных скамеров под страхом. А, ну, кстати, да, тоже верно. Да-да-да. Ты же, по факту, да, допустим, есть... Ну, я не про тамаева, естественно, отношения к нему никакого не имею. Мы не про него. Ни в коем случае. Ну, вот просто, да, есть какой-то там человек, который может тебе приехать, реально угроза. Делал так, чтобы тебе было страшно, и да, и ты ему хуй напишешь, блядь. Ко мне. С другой стороны, да, согласен. Ну, дай бог, что чем старше ты становился, тем у тебя меньше. Ну, это, конечно, я имею в виду в совокупности с развитием общего. Да, да, это идеальный расклад, но мы же с тобой знаем, как работает мир. Наоборот. А что вы улыбитесь, ребят? Я не хочу без ебала остаться. Большая, значительно большая часть людей это про я знаю, как это устроено. Не пьешь, нет. У меня сразу ощущение легкого расстройства, потому что мы же тоже должны с тобой с течением времени понимать, что мы на самом деле не сможем изменить людей никак. А мы и не должны. Ладно, это уже философия пошла. Так, ну, мне нравится. Что-то есть, да. Об отношении к деньгам. Блядь, вот я сейчас, смотрите, скриньте. Блядь, мне очень нравится читать. Смотрите. Я клянусь, блядь, я не смотрел. Ну, может, я еще ошибусь, как вот до этого только что. Значит, нет. Блядь, деньги, это вот от лукавого. Да, люблю зарабатывать, но это от лукавого движуха. Мы же сейчас, блядь, ценности, скрепы, блядь, ехала. Ну, какую-то тему затрагивали. А, по поводу лавеста что-то говорит? Потому что это просто модно. Ну, видите, эта самка как себе хуярила, значит, образ новый, блядь, ну, у Джараха, у того же самого на подкасте, блядь, где она сидит и себя правильную строит. Вот это то же самое. Я говорю, просто, куда течение плывет модно, это он не сделает. Сейчас модно не выебываться деньгами, смотрите, он не выебывается. А вот чего? По поводу денег. Я просто уверен. Я вспомнил, что, по сути, я не помню ни разу такого периода, когда ты такой, блин, что-то лаве заканчивается, или там совсем что-то хреново. У тебя всегда так получилось, что всегда какой-то лаве всегда есть. И ты по поводу него никогда сильно не переживал. То есть, как это у тебя связка всегда работала? У меня недавно был момент, когда нужно было раскидаться по долгам клик-клака, и... Бедный клик-клак. Бля, да-да-да, в минус 11 лет работаем. И я, ну, выложил все. Старый выложил тоже. И у меня на карте оставалось 5000 рублей. Для меня это было... Ну, как раз на билет на самолет, на митинг полетишь. Ты что? Ого! Бро, ну в 17-м году у тебя даже, ну, или в 18-м, у тебя даже 5000 не было на самолет. На митинг-то лететь, блядь. Вот это да. Не. Против Рашки-то, блядь. Нашего знакомства... Братуха-то, блядь, на которой сейчас работаешь, блядь. Просто как будто бы я научился не так... Ну, Россия, если что, это я в стебной манере сказал, Рашка. Я же так не говорю про свою страну. ...об этом думать. Я когда говорю о том, что я не думаю о бабках, это не только речь о том, что у меня все комфортно и классно. У меня действительно много денег. Типа. А, нет, не вы... Бля, я ошибся, сука, не выебывается. Их станет меньше. Ой, выебывается деньгами все-таки, бля. Я не буду париться. Мне важно, чтобы у меня были деньги на производство. А, ну, покушать. Это вот надежда чуть-чуть, ну, тысяч пятьдесят в месяц. Спорт на подарки. Знаешь, типа, когда у тебя есть деньги... Ну, ты же щедрый, да. Подарки я обожаю, дарить людям счастье. Бля, какой ужас, бля. И ты не знаешь, что подарить другу, и такой, типа, о, подарю путешествие, потому что у тебя есть эта возможность. Ну, бля, ты друг замечательный, бля. Это круто. Просто не делать центром вселенной бабки. Я... А, ну, нет, все-таки, блядь, в эту сторону. Ну, я почти был прав, блядь. С одной стороны, рад этому, с другой стороны, нет, потому что в целом-то у меня ничего нет. Ну, там у тебя нету недвижки, нет. Ладно, все, нет, я угадал, чуваки, я был прав, да. Ну, я, блядь, ну, я, блядь, много не зарабатываю, мне много и не надо, блядь. Только на подарки близким людям, потому что я люблю дарить счастье, блядь, сука, клоу, блядь. Да, но я пока стесняюсь, типа, я такой родителям, родителям, родителям какой-то взял в Питере, сделали ремонт, сейчас хочу взять им в Москве, просто пока не понимаю, что стоит ли в этом году это делать, потому что недвижка переоценена жёстко. Пиздец, согласен, пиздец. Сам хочу квартиру купить, я не могу, блядь. Да. Показали мне сейчас помещение прекрасное, я думаю, его купить. Оно там стоит, что-то 21 миллион. Это что? Под логово. Нихуй какой 21 миллион, ненормальное должно быть помещение. Слово, оно на крыше находится, многоэтажного дома, да, там, типа, можно организовать студию. Ну, я недавно за 23 ходил смотреть, но не то, что у меня прям такие деньги есть, ну, не все, миллион на крыше, это пиздёж. Бред, блядь. Бред, блядь. То есть я такой, ааа, круто. Ну, короче, не думаю просто о бабках, но я бы хотел на самом деле. Ну, что Карлсонам быть, да, он захотел это самое. В команду нам коммерс. Я не могу, мне пиздец жарко, я сейчас сдохну. Блядь, когда же это лето закончится, чуваки, это просто пытка ебаная. Не хватает гений. Посмотрите, у меня лицо все блестит, блядь. Это пиздец. Да, 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 именно человека, который скажет, «О, ребята, у вас слишком много здоровых подписчиков, давайте сделаем энергетик. Давайте посадим сердце нашим подписчикам». О-о-о-о! Сука, я на днях и еду сниматься в рекламе энергетиков. Все, что нужно знать обо мне, о лицемерной мразе просто. Ну, в принципе, так все это и работает, блядь. Вот. Уже закончилось, но я имею в виду жару, блядь. Хочется, потому что я расцениваю деньги как возможности. Возможности, типа, не думать о них. Возможности потрясти мы перед камерами и сказать, «Смотри, у меня денег, блядь». Возможность реализовать свои идеи. Ну, знаешь, типа, ты можешь придумать себе какой-то клип, и у тебя есть понимание, что его может посмотреть 200 тысяч человек, но ты потратишь на него 20-30 миллионов, потому что надо собрать карликов со всей страны. А карлики дорогие, по 500 рублей за килограмм. Ах, можно? Я не поддерживаю такие выражения, наверное, или хуй знает. Простите, осуждаю, сразу я говорю. Это friendly fire. А, 121 миллион он квартиру смотрел. Во, вот тогда, да. Вот тогда звучит, что в Москве на крыше 121 миллион, да, да. Ох, повезло тебе, карлик, блин. Ну, короче, бабки супер, и я не в том положении. Я не тот чел, который говорит, «Это все мирское, братья, это все не нужно». Ну, «Нооо». Нужно. Но я не хочу делать это. Ну, блядь, ну, главное, на подарки и что-то на покушать, блядь. В своей жизни. Пускай они приходят ко мне, пожалуйста, больше. Ладно, все. Я хочу к Амирану уже перейти, блядь, да похуй. «Как перестать париться по пустякам дозы ностальгического Севенапа». Эл задумал для своего канала, да, самый сложный подкаст, «Инстасамка и кукаяки». Так, ехала, ехала. Ну, как я сказал, мне было тяжело мне с Дашей инстасамкой. Мне было тяжело осознавать, что я не могу двух слов связать в тени, которые действительно сложные, которые я понимаю. Что ты, блядь, ЛДПР, братуха, это же не ты? Это будет очень обсуждаемо. Я такой, типа, мы на территории, где я не журналист. Да ты, это твой канал, твой подкаст, ты просто скажи, Даша, я тебя уважаю, ну, ты правильно вещи говоришь, но моментами я с тобой не согласен. Все, все, все. Но мы на журналистской территории. Поэтому, наверное, это было стало такой точкой. Хотя с Дашей был прекрасный подкаст, есть пару вырезанных моментов, где Даша просто раз ехала бы вы. Ну, типа, вообще там она рассказывала про там трудности, операций каких-то, вот этих вот там, было круто. А у нее уже вставная грудь? Задница, губы, какие-то филеры еще, ну, то есть там постарались, да? Да, но там инстасамка, вот без хейта к ней вообще, ну, блядь, да, антиреклама. Ручная работа. Но там мне конкретно было тяжело, видишь, потому что я такой, с Дэном, я ему позвонил на следующий день, когда мы записали, сказал, что я тебе скину. Я ему скинул, он сказал, типа, типа, что ему нечего сказать. Ну, я думаю, что, конечно же, это за дело, Денис. Это тоже тема... Не-не-не, по-любому, он не договаривает, чуваки, вот подумайте еще раз, он пришел на два подкаста одновременно говорить об одних и тех же вещах, о кукаяке, это не то, что он сказал, ну, мне нечего сказать, не-не-не. На который я потом думал бы. Блядь, я опять хотел никого не обидеть, обидел всех. Вот это тоже было вот... В смысле-то не хотел обидеть, блядь, ну, чувак. Важной точкой... У тебя сидит напротив женщина и говорит, что у твоего друга, ну, кореша, что он, типа, эксплуатирует ребенка, блядь, что он издевается, издевается над ребенком, и ты такой, ну, да, это Рилс, блядь. Ну, хуй знаю, как ты не хотел, скажем. В жизни, когда я понял, что я удобным быть устал. Типа, когда ты пытаешься всех понимать, ты в итоге сталкиваешься с тем, что ты себя не понимаешь, во-первых. Ну, как будто ты... О, ну, блядь, меня РЗТ, блядь. До конца к логическому выводу пришел, немножко не к тому. Тут же твоя вина не в том, что ты пытался никого не обидеть и в итоге обидел. Ага. Там же наверняка заключено немножко в другом, что ты недоволен собой, твоя вина в том, что ты побоялся либо не захотел отстаивать чью-либо, типа, честь. Неплохо, да, да. Ну, допустим, да. А я не мог отстаивать чью-то, либо, честь. Да можешь! Ты чё пиздишь, блядь? У нас подкастов, шерстяных созвонов, ты так... Когда тебе надо, больше всех пиздишь без остановки, блядь. Орёшь, блядь. Кружки снимаешь, блядь. Не может он против человека пойти. Ты чё пиздишь, блядь? Тема такая. Потому что тема такая, где... Ты не захотел выбирать сторону просто? Да ты чё пиздишь, блядь? Это вообще, это пиздец агрессивный, нахуй. Клуб, блядь. Пиздец. Сука, не дай... Руку выкидывает, блядь. К нему чувак, ну там сталкер какой-то, ну по лицу убил, блядь. Я говорю, это нездоровый чел, блядь. Сидит, говорит, ну, сидит и сестры... Ну, у меня вот я такой стесняша, блядь, и всё такое у меня, блядь. Не могу признать, вот не могу против кого-то пойти. Ты чё, бро? Это мне шерсть говорит, блядь. Вот этот агрессивный, блядь, не могу словно на как говорить. Кажется, на всех прыгает, блядь. Я не выберу. То есть, типа, мы после подкаста сидим в акту и такие, типа, ну... Ну, она права. Хотя она права. Она... О-о-о! Понимаешь, мы вот так вот сидим и вхуй с этой мыслью. Ну, тут, конечно, она пришла так с фактом. Так он согласен, блядь. Подожди, это вообще всё меняет. Блядь, чуваки, это вообще всё... Охуеть. Блядь, как это понять? Может быть, скорее всего, он... Может, они с кукаякой поссорились, а он включил опять своего боевого... Шерсть, блядь, боевую. Может, из-за этого? Может, он с кукаякой, короче, что-то там, ну, не поделили, поняли, типа, прям, типа, у них баталии там в личке были. Ты, сука? Нет, ты, сука. И он такой, да всё, разойдёмся, каждый на своём расходится, а его, может быть, и обида какая-то держит, и он решил подтвердить слова инстасамки. Потому что, ну, блядь, до этого контекст, я вот... Звучит контекст так, как будто бы... Ну, инстасамка не совсем права, да? Там есть моменты, где она права, а так нет. Ещё такие, чтобы тяжело было вот так. Которые мы ещё поврезали. И всё, и я в этот момент думаю, ну... Ох, ох. Ох, а это человек, которого я люблю. Человек, который... Денис. Человек, благодаря которому я этим всем занимаюсь, потому что я... Ну, благодаря ему многим... А почему от... Совершенно случайно я открыл... Бля, она права говорит. ...я ютуб как раз, когда посмотрел, что мне нравится. Я смотрел это, они вытаскивали меня из депресса. Хочешь сказать спасибо, да, за Ева? Да, хочется сказать спасибо, Ева. Спасибо, спасибо, Ева. Ева. Вот, но когда я понимаю, что вот я даже сейчас об этом уже открыто говорю, когда мы сидим такие... Ну, я с ней согласен, но я не... Блядь, кукаяка, выскажись, ты чё, блядь? Братуха, я тебе только самого хорошего желаю. Давай видос. Джарахов из Тосамка, вы суки, я вас, блядь, найду. Что-нибудь такое, короче? И сиди, высирайся, минут 30 желательно, блядь. Кукаяка, не терпи, давай что-то придумывай с этим, блядь. Как-то надо ответку, ну... Врубать, блядь. Потому что... Блядь, чуваки, я растерялся, я... Я, блядь, я был уверен, что он сейчас будет заднюю давать, что, блядь, ну я даст, не соглашался, ну, блядь, я просто запутался, мне... А у меня КДД, блядь, а так оказывается, блядь, так она права была, типа... Я ещё это себе не обработал. И Василиса пускай тоже ролик снимет, супер будет. Я не понимаю. Знаешь, вот на чём я себя работаю. Нет, Василису не надо, а то даже ребёнка, ну, вот... Не посмотришь, не позадрачуешь, не поподъёбываешь ребёнок, блядь. Ну, только кукаяга давай, хуярик. Когда у меня было вот это лицо, я такой... Если бы она говорила про другого человека, я бы сидел и говорил... Что? Блядь, это ужас. Это... Блядь, блядь, блядь. Так он... Вы не понимаете, он сейчас прёт против кукаяги, он прёт против него. Ай-яй-яй, ай-яй-яй. Тут говорят человека, которого я люблю. Я люблю эту семью, это круто. Я точно об этом говорил где-то... Для меня это клёвый пример какой-то здоровой семьи, и так клёво, здорово, классно. Да-да-да-да, ну хуй знает, а если ты считаешь, что она права, а как это здоровая семья-то получается? Нет, но потом вот эта вся история про... Вот смотри, тут интеграции, тут это... Тут уже всё держится на этом, понимаешь? Типа, Эльдар, и я такой... Да-да-да, ребор. Что интеграция? Типа, ребёнок снялся в интеграции, это плохо? Это эксплуатация? Типа, надеюсь, девать? Я просто не понимаю. Перебор! Хотя кто я вообще... Перебор, блядь! Кое, чтобы это осуждать там или ещё что-то. Но это уже происходит у меня на площадке. Она пойдёт на другую площадку это говорить, и там будут больше... Расб**ть эту историю, больше демонизировать как-то. Это было для меня морально тяжело. Я про себя понял, что мне нужно учиться в таких ситуациях себя самого вообще слышать. Бля, я не понял. Потому что, ну, я со всеми согласен. Я со всеми согласен. У Букера есть трек, я понимаю. Он описывает мою жизненную философию. Я понимаю Букера. Ну, тут мы про Федя уже вчера говорили, что Федя красавчик. За Федю все рады. Мало кто так радуется, прям как за Федоса всем. И вот эта эмпатия, она... Это и крутое ощущение, чувство. Подожди, какая эмпатия? Ты не хочешь договорить, блядь? И губительно. Почему правы-то, блядь? Права-то из-то самка, блядь. Потому что она же разная ещё бывает. Ну да, тут, видишь, вопрос не столько, на самом деле, в самоценности, но где-то рядом. Чтобы помимо понимания не давать... Слишком мягчать своей точки зрения. Позвольте, чтобы это проникло в тебя, и ты поплываешься. Да, блядь, пацаны, без философии. Блядь, по этой теме можно ещё что-то, блядь? Блядь, я не понял. Вот у меня вопрос очень интересный. Может, это у Сардара он раскроет этот момент? Как ранняя популярность повлияла на личность? Да, как и сейчас, мразью становится. А психотерапия, боже ты мой, не устраивает себе. Кто крутой фрешмен? Есть рэперы, чьи образы мне смешны. Про вопрос ребром и респекты Басти. Грядёт коллапс Басты. С кем бы хотелось заколлабить? Многогранность тела в музыке, боже ты мой. Детский протест и принятие себя, как боролся с комплексами до сих пор. Было много моментов по пути, когда можно было... Боже ты, я не могу, пафосно. Прощаемся. Вопрос от Элла, хоть что-то. Вот такой вопрос. Вот у меня был подкаст номер один, у тебя подкаст 24. Вот машина едет 140 километров в час. И где? Остальные 23. Братан, смотри, ты бежишь, марафон, обогнал типа, который на втором месте. Где вот этот вот пробел из второго, третьего? Ладно, это хуйня. Понятно, бля, чуваки, надо подкаст Амирана смотреть. Я думаю, там больше раскроют эту тему. Я не понял. То есть он реально все время говорил с позицией такой, что типа, бля, чуваки, я ошибся. Типа, я не согласен с инстасамкой. Ну, как будто так и было, да? Сейчас. Я сейчас опять ссать пойду, уж простите меня. А теперь он говорит, да он прав, полностью инстасамка, бля, охуеть. Но мне кажется, что здесь он, скорее всего, специально попер против кукаяки. Что-то не так, он на зло это делает. Что-то не так, бля. Продолжение следует...